Добрейшего тебе времени суток. Я извиняюсь, что я так крупным планом, но мне негде сесть чуть позже, ты поймешь почему. В новостном телеграме я задал тебе вопрос, что снимаем. Было, как всегда, два варианта. Первый это море GTX карт, второй это море, соответственно, AMD карт. Ты выбрал по итогу, победил вариант AMD карт, но получилось так, что эти пришли раньше. Зеленые, поэтому снимем за них. Потом, если будет интересно, как бы напиши, что интересно, снимем за красные тоже. Итак, с чего все началось? У меня позвонил телефон, мне позвонил парнишка, говорит, надо раскидать большую ферму. Я говорю, а что выходишь с майнинга? Он объясняет, что дорогая розетка, очень дорогая аренда, большое помещение, куча персонала, который обслуживает. В общем, а ребята крутые, как бы, ну получается, что им по тем курсам, которые сейчас есть, да, уже это не так выгодно. В общем, они решили перезайти в какую-то другую движуху. Те майнеры, которые тусят со мной в инстаграме, знают эту историю, а тебе покажу. Женек, здорово. Привет, Серега, привет, привет. Сколько карт, сколько тяек продаешь? В общем, здесь 330 карт, здесь 80, разные, карты разные. Аурусы, да? Аурусы, гигабайты, GMSI, что у нас еще? КФА, политы. И P-104100, 150 карт, это 25 дигров, P-104100. Ага. 150, 330, 330 яек, да? 330 яек, да. 1,108, 102 Аурусы, да, 102? 102, да, 102 карты Аурусы. Ага. И все это на продажу, я понял. Так что принимаем заказы, ребята, принимаем заказы, Аурусы, геминги. Все как новое. Все как новое, но это мы еще проверим. Три дня ребята дают на проверку, за что спасибо им большое. Под возврат. Да, я сразу честно говорю, я пытался звонить по февральскому списку, я вызвонил буквально человек 5. То есть там ситуации у людей были разные. Один человек попал в аварию, другой человек, соответственно, купил в другом месте. Третий человек, соответственно, передумал покупать зеленый, решил купить красный. То есть, ну я прозвонил человек 20, наверное, там список на 45 человек был. Ну я 20 честно прозвонил, потом я понял, что ну список уже не актуальный, надо делать новый. И как раз по инстаграмовскому вот этому видосу уже практически половину карт сразу же забрали. То есть не доводя до Телеграма, не доводя до Ютуба. После чего примерно где-то через час, может чуть больше, чуть меньше, не хочу врать, там можно посмотреть в купле-продаже, вот этот канал наш, да, который третий, ты знаешь, да. За сколько эти карты ушли, ну ориентировочно может час, ну два часа, не знаю. Через два часа мне Талян дал список по всем остальным картам. А в это время я сидел и гонял эти аорусы на работоспособность при помощи фулмарка и при помощи клеймара. То есть, видишь, у меня один стенд стоит, и рядом я собрал второй стенд, за что спасибо майнерам, которые подогнали этот стенд, в частности Володе. Так, даю тебе отчетность по проверенным видеокартам, которые я уже проверил. Средняя температура 69,74 по фулмарку, желательно заменить рекомендации термопаста. Все видюхи текут, нужно делать профилактику, это в обязательном порядке. Карты, как и все аорусы, очень горячие. Люди, которые приобрели, об этом знают, как бы я это везде писал, и здесь тебе об этом говорю. В то же время посмотри, какая это красота. Когда эта красота в темноте, это просто огонь. Когда их стоит 6 или 8 штук в Риге, они все меняют цвета, и это смотрится очень красиво, да? Просто красиво. Вот раз, вот, например, два, да, видишь? И они одна одного цвета, другая другого цвета. Вот сафиры, они красивые тоже в темноте, но они всегда одним цветом. А эти, понимаешь, смотри, вот она уже синяя, а та уже стала, смотри, красная. Ну, как бы вот есть вот этот кайф, знаешь, и очень-очень тихие кулера при этом, вот эта фишка. Это еще не все, на следующий день приезжает опять Женек с целым грузовиком, видеокарт, вот как это было, сейчас тебе покажу. Жень, приветствую, что ты на этот раз привез? Приветствую, так, привезли, довезли ауруса ребятам. Ага, дополнительно, да? Как обещали, там до 120. А можешь открыть, показать, это все тяйки, да? Да, все тяйки. Ебать ты привез, Женя. Это КФА, это Аурус. Это МСАй Дюк, е-мое, ага. И это Аурус, и это Аурусы. И МСАй Дюк. Сколько на кружку плюс-минус 20 штук? Так, 137 штук у нас. 137 штук у нас. КФА, КФА, КФА. Сколько дает срок начальник раскидать это все? Ну, 6-7 дней на проверки. И на гарантии. Красавчик, от души. Ага, но нам надо вот это еще проверить. Это проверенные карты лежат. Вот это все карты непроверенные, которые надо сегодня проверить. И дядя Володя нам привез сегодня два стенда. Спасибо, дядя Володя. Вот это надежный продавец в Москве, единственный, за кого я могу поручиться. В принципе, вот сколько меня спрашивали, единственный человек. Ну, теперь еще Женя. Так что вот, вот такие дела. Вот эти карточки, они уже проверены. Все вот эти 1080, я их проверил. Лично вроде как они нормальные, да? Там по фулмарку, соответственно, по клеиму и так далее. То есть здесь 14 карт. И вот здесь еще получается 7 карт. И в стенде 2, они тоже рабочие. Получается 23. И вот кроме вот этой карты, я ее отложил. Видишь, она потому что, ну, конкретно течет. Обратите внимание, ее надо будет доработать. Здесь тоже 2 больших пакета, они проверены. Вот этот и вот этот. 2 пакета проверены. А вот эти все карты, они не проверены. Вот эти вот все. Вот это количество, которое еще предстоит проверить. То есть огромное количество тяек, видишь, да? То есть я даже не могу посчитать. Там у Володи записано, сколько тут карт точно. Он все знает. Но их очень много. Значит, что есть? MSI Duki. Если тебе они нужны, найди Анатолия. Свяжись. Это будет другая очередь. Не та очередь, которая сейчас идет на 64 видеокарты, да? На 64 видеокарты там уже все. Там уже люди, у них отдельная группа. Они ждут, они свои 64 карты получат. Все, кто заказали. А вот по новой очереди будут остатки, соответственно, аорусов. КФА мы решили вернуть. Потому что очень много карт, понимаешь? Очень много карт. И я физически не могу столько проверить. Вот и все. А вот, как говорится, у тебя аорусы оставшиеся, да? Мы их проверим. И вот эти вот, соответственно, MSI Duki тоже проверим. Пока что из 43 карт, вот в браке одна карта. В принципе, она стартует, работает нормально. Но у нее нету изображения. Просто, чтобы ты понимал мысль правильно. Не дает изображения, ее отложил, лучше вернул продавцу. Вот такая мысль. По большому счету, у Володьки был вариант перекинуть эти карты двум майнерам по 25 тысяч рублей. Я его попросил этого не делать. Потому что под предыдущей историей было много слухов, что большое количество карт получили буквально несколько человек. Хотя многие знают, что это действительно не так. Вот. И поэтому, чтобы таких разговоров на будущее не было. Во-первых, мы ввели правило не больше 6 карт в одни руки. Очень много людей звонили. 30, 40, 50 карт хотелось взять. Но теперь как бы есть дополнительное правило. Дополнительное правило не больше 6 карт. Во-вторых, я не принимаю заявки. Принимает. Вот сейчас ты увидишь, здесь будет канал, где у нас торговля. Там торгуют все майнеры. Обязательно подпишись на этот канал. И в этом канале найди Анатолия. Ты его увидишь по вчерашней перепишке. То есть, ну, увидишь, в общем, Анатолия. Он, Толя, к тебе просьба, да, принимаешь в новый список. Не в этот список, который сделали, а в новый. Ну, чтобы не было путаницы одних ребят с другими. И правила, в общем, такие. Толя принимает. Я чисто проверяю. Я не волшебник, ты пойми. Я не сервисник. Все, что я могу сделать, я могу посмотреть. Течет, не течет. Прогнать фулмарком, посмотреть там температуру, да. Понять по этой температуре, нужно ли поменять термопассу. То есть, каких-то там супер вот этих вот от меня не жди, да. Вот элементарная проверка. Прогнать клеймером на видеопамять. Вот такие вещи. Вот это я могу сделать. После чего могу принять решение. Вернуть продавцу, либо, соответственно, как бы пустить ее в работу. Понимаешь мысль? И третье. Как бы мне писать бесполезно. Я деньги не беру на свою карту. Мне не нужно, чтобы меня в конце года, соответственно, налоговая подтянуло. Во-первых. Во-вторых, я пару раз уже в сдеке запутался. Отправил людям лишнего. Но, благо, не додал, да, там лишнего отправил. Но это тоже отдельная история. Очень печальная, которая со мной получилась, когда я чайку отдал чайку. Так вот, мы решили просто, что все деньги принимает Владимир. Ну и там его финансы, понимаешь? Он закладывал свой интерес в эти карты, когда покупал, перед тем, как мне их привезли. И по этой самой причине, по этой самой причине, именно по той, что он, как бы, купил карты и сказал, Серега, я тебе сделаю свой донат. Как бы не парься. По этой самой причине я прошу тебя за эти карты никакой донат мне не переводи, потому что здесь мне сделает донат продавец. Донат нормальный, по моим меркам он очень хороший. Я не знаю, конечно, есть люди, для кого это семечки, да, но по моим меркам он очень хороший. И по этой причине я тебя прошу, никакого доната, находя Анатолия в этой группе, записывайся очередь по оставшимся картам. Ну, а эта очередь, соответственно, будет расфасовываться сразу после того, как мы отправим вот этим ребятам. Понимаешь мысль? Отправим мы им, скорее всего, или в субботу, или в воскресенье, в зависимости от того, как нам передают коробки от этих видеокарт. Вот. И последнее, что хочу сказать. Значит, как нам сказал продавец, карты на гарантии. На гарантии они от Мерлеона. В частности, дочка их не Дельта. Понимаешь мысль? В районе года, точно не знаю, могу соврать. Нужно как бы проверять. Ну, вот такая вот история на этот раз. На этом у меня все. Подписывайтесь в Инстаграм, Телеграм, на Ютуб. Естественно, подписывайтесь в Инстаграм. Так получается, что я постоянно двигаюсь по городу, да, и у меня не получается снимать для Ютуба. Потому что на Ютубе снимать долго, в Инстаграме заснять, как ты видишь, 15 секунд. В Телеграме написать 2 секунды. Поэтому подписывайся везде. Всего доброго. Пока-пока тебе.